Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующее задание такое, я не помню будет ли вообще, честно говоря, но, по крайней мере, для наёмников можно будет получить ещё одну вроде как за вступление, что ли, я не помню, честно говоря. Ну и ещё одну вроде как, когда убьёшь всех драконов. Вроде так. Точно сто процентов я не помню. Так, ну давайте сейчас поговорим с такой, но я сдам ей этот квест. Вот пакет от Сагитты. Огромное спасибо. От тебя есть хоть какая-то польза, в отличие от других. Ты мне не дашь ещё свои похлёбки? Хорошо. Я сжалюсь над тобой. Вот, держи. Не могу смотреть, как ты умираешь от голода у меня на глазах. Ты мне не дашь ещё свои похлёбки? Эй! Не будь таким жадным. Я дам тебе знать, если у меня найдётся ещё работа для тебя. И тогда ты получишь ещё этой похлёбки. Понятно? Так, ну вот и всё, в принципе. Квест совершён. Ну и сейчас давайте будем выполнять квест. Даже не знаю, честно говоря, какой. Ну давайте, значит, искать, какой квест выполнять мне сейчас. Да, заданий там много, но... Все пока что я выполнить не могу. Так, ну вот можно, в принципе, сейчас... Выполнить задание с бандитами. Можно. Так. А, и точно, давайте ещё совершим квест с наилучшими пожеланиями. А то что-то как-то... Я забыл его завершить. И сколько людей, Сильвио, я должен победить? Если ты вырубишь троих из них, ты докажешь, на чьей-то стороне. Кого ты выберешь, это твоё дело. Дам одну подсказку. Не стоит пытаться проявить мужество. Не выступай против самого Сильвио. Он сделает из тебя котлету. Сколько людей, Сильвио, мне ещё нужно уложить? Я отдубасил булка. Я слышал. Неплохо. Рот теперь ходит сильно потрёпанным. Фестер пытался провести меня. Это была его ошибка. Этого достаточно. Вполне достаточно. Я поражён. Если Ли спросит моё мнение, я проголосую за тебя без колебаний. Итак, вот квест ещё завершён. Так, ну и давайте сейчас выполним... Ммм, да, квестов много, но начнём давайте по порядку. Это во второй главе, это во второй главе, это во второй главе. Ну вот, в принципе, да, можно выполнить сейчас квесты, состязания в таверне. Но прежде всего, давайте сейчас я отправлюсь именно к бандитам. Итак, напоминаю, что бандиты проходят у меня по нескольким квестам. А именно, пропавшие люди. Так, ну и... Где же все пропавшие люди? Вот. Итак, напомню, что мне нужно будет узнать. А именно, мне нужно будет узнать, куда же пропадают все люди. Насколько я знаю, что с этим связаны пираты, а также бандиты. Бандиты их куда-то увозят в неизвестную часть острова. На котором мы, в принципе, должны узнать. Как раз ей сейчас занимаются маги воды. Так, ну и сейчас отправляюсь к бандитам. Находятся они вот здесь вот. Для того, чтобы меня пропустили в лагерь бандитов, я должен буду назвать имя их предводителя. Но я знаю, кто их предводитель. Это Декстер. Об этом я уже узнал еще в самом начале игры. И мы знаем, что он... Ну, хоть, чтобы бандиты меня поймали, ну и убили. Так, ну вот, в принципе, я сейчас нахожусь уже возле лагеря бандитов. Давайте сейчас я сохранюсь и попробую пройти в лагерь. Стой! Тебе сюда нельзя! Я хочу поговорить с вашим главарем. А, понимаю. Ты хочешь поговорить с моим боссом? Что ж, тогда, конечно же, я позволю тебе пройти. Но только если ты назовешь его имя. А если нет, мне придется убить тебя. Хорошо. Декстер. Ну, похоже, ты действительно знаешь нашего босса. Хорошо, я позволю тебе пройти. Но предупреждаю тебя. Если ты подойдешь кому-нибудь слишком близко, ты не выйдешь оттуда живьем. Так что вдохни поглубже и держи свой меч в ножнах. Ты найдешь Декстера в доме. Так, ну что ж, я сейчас направлюсь прямиком к Декстеру. Но прежде всего я, пожалуй, немножко тут пограблю бандитов. Как вы видите, им вообще пофигу на то, что я... ...душаюсь в их домах. Так, ну давайте начнем, значит, вот с этого вот сундука. Да, комбинация, как мы видим, довольно большая. Вот это, в принципе, не так уж и сильно много полезных вещей. В основном там было, по-моему, две стальных заготовки и кузнечный молот. Но это все необходимо для... Ну, так скажем, кузнеца. Но я не поступил в ученики к кузнецу. Ну, тут также есть еще щипцы, которые стоят довольно дорого. Они нужны для создания рун. Но в основном это нужно магам. Так, собираем тут свиток заклинаний. Насколько помню, это свиток огненной стрелы. Так, давайте двигаться дальше. Так, тут еще что-то. Еще один свиток заклинания. Перекати поле. Так, двигаемся дальше. Так, вот этот самый дом, где находится Декстер. Если туда пойти, там, по-моему, еще есть какая-то башенка. Кстати, да, да, насчет этой башенки. Сейчас я туда отправлюсь. Тут находится пещера. Перед ней находится еще тяжелый палкой кошелек. В этой пещере находится пара ползунов. С помощью этого выключателя можно туда проникнуть. Но там находятся не только обычные ползуны, но и ползуны вены. Поэтому я думаю, туда, ну, пока что не пойду. Потом как-нибудь я это сделаю. Хотя, в будущем я сюда, на это место именно, возвращаться вроде как не буду. И так, вот и как сказал. Здесь находится еще парочка бандитов. Так, вот еще один сундук, который давайте сейчас вскроем. Какой-то меч. Ой, я не думал даже это. Не думал, что он на меня нападет, честно говоря. Действительно, ты этого не ожидал. Те, значит, не нападали. Там ничего, этот сразу вдруг напал. Ладно, что ж, давайте еще раз все это соберем. Да, не сохранился, понятное дело, я... От того, что он не ожидал, что так будет. Кстати, не знаю, как в глобал моде, но в оригинальной Готике 2 Ночеворона, по крайней мере, вон на той вот самой башне, находится очень интересный лук. А именно, насколько я помню, огненный лук. Или магический. И вроде огненный лук, который специально... который стреляет специальными огненными стрелами. Не думайте, что вот это вот... Они такие мощные, как заклинание огненной стрелы, а нет. Не в принципе, ну... Самые обычные стрелы. Ну, чуть посильнее обычных. От них, по-моему, противник не загорается. В чем дело? Считайте, самый обычный лук, только... с довольно большим уроном. Не знаю, есть ли он в глобал моде, но сейчас посмотрим. По крайней мере, в Готике 2 Возвращения его здесь не было. Да, этот лук здесь есть. Вот он, такой вот красивый огненный лук. Повреждения, сразу говорю, у него не очень большие. Да, 50. Зато он требует довольно мало ловкости. Но и, как мы видим, еще он прибавляет бонус к кладению луку. Это прибавили, я вижу, в глобал моде, поскольку в оригинальной Готике 2 Ночворна, помню, такого не было. Итак, собираем тут сколько? Три огненных стрелы. Кстати, стоят они что-то довольно дорого. Ради в оригинальной Готике 2 Ночворна они стоили дешевле. Так, давайте сохранимся и откроем еще этот сундук. В нем находится еще немного таких стрел. А именно еще 17 таких стрел. Да, это, конечно, маловато, но вроде как где-то стрелы еще можно найти для этого лука. Я примерно даже помню где, может быть, я ошибаюсь. Но, в общем, это место я проверю чуть-чуть попозже. Так, подзабыл комбинацию. Хотя этот лук, думаю, мне совершенно не потребуется. Но так как я сказал, что буду прокачивать арбалет. Но все же так, для тех, кто пользуется луком, я, конечно же, покажу... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, ну как я мог такое допустить, а? Чтобы упасть. Так, ну сейчас я отправлюсь к Декстеру. Как я уже и сказал. Где находится Декстер, я вам показал. Он мне скажет довольно много интересных вещей. Я сразу говорю. Которые я рекомендую послушать абсолютно всем. Конечно, вряд ли будет интересно тому, кто проходил уже Глобал Мод или Готику 2 ночеварина, но кто же все-таки ни в Глобал Мод, ни в Готику 2 ночеварина не играл. К тому, конечно, будет все это довольно интересно послушать. Итак, давайте сейчас сохранимся. Так, ну и подойдем, поговорим с Декстером. Так, ну давайте его еще немножко грабим. Ой. Тоже напал. Ну помню, что в оригинальной Готике 2 ночеварина я спокойно грабил тут всех бандитов. Никто ни слова даже мне не сказал про это. Ну ладно. Эй, ты! Посмотрите, кто пришел. Великий Освободитель. Что ж, герой, что ты делаешь здесь? Я хочу получить ответы на несколько вопросов. Кто-то распространяет листки бумаги с моим изображением. Кое-кто сказал мне, что это ты. Кто-то слишком много болтает. Впрочем, ты прав. Я распространял объявления о розыске. Я искал тебя, и ты явился. Итак, что тебе от меня надо? Мне? Абсолютно ничего. Но мой хозяин просто дьявольски жаждет твоей смерти. Поэтому он приказал мне найти тебя и доставить ему твою голову. Твой хозяин? Кто это такой? Тебя наверняка не терпится это узнать. Понимаю. Не вижу ни одной причины, по которой я должен тебе это сказать. Я не верю ни одному твоему слову. Послушай, это все правда. Клянусь могилой своей матери. Тебя ищет человек с повязкой на глазу. Меня все ищут. Меня все ищут. Но это их дело. Если этому человеку есть что сказать, то пусть он приходит сюда. Так, почему-то я пока что не могу ничего ему сказать насчет... Так, а, стоп-стоп-стоп. Сначала же нужно было это. Так, сначала нужно было поговорить с магами воды о том, о чем я узнал. В общем, да, слишком рано я пошел к бандитам. Ну да ладно. Пока что я больше ему ничего не могу сказать. Поэтому я просто-напросто отсюда уйду. Я получил немного опыта. Ничего мне, в принципе, на первый раз достаточно. Я вернусь тогда сюда еще... Как-нибудь пропустить скрижаль. Я сюда вернусь еще раз. Кстати, это не скрижаль для жизни был. Ущербную сюда еще раз чуть-чуть попозже. Это абсолютно очевидно. Нет. Ну и сейчас я, наверное, отправлюсь уже... Так. Сейчас отправлюсь к таверне Мертвая Гарпия. Во-первых, там у меня есть задание убить бандитов. Думаю, вряд ли я пока что с ними справлюсь. У меня сейчас слишком мало свитков. Ну и второе задание... Ну, оно тоже как бы связано... Не с таверной Мертвая Гарпия, а с фирмой Акила. Это задание... Ну, по поводу того самого состязания в таверне. Я должен буду послать туда одного человека. Этого человека зовут Рэндальф. Он как раз находится на фирме Акила. Поэтому я сейчас именно туда и отправляюсь для того, чтобы с ним поговорить. Так, и до нового уровня у меня остается, как мы видим, не так уж и много опыта. Поэтому как только я получу новый уровень, я думаю, что, скорее всего, прокачаю силу. Только вот... Даже не знаю, нужна ли мне она или нет. А вот действительно. Нужна ли мне сейчас сила или нет? Пока что вроде она мне... Ну, не сильно нужна. Ну, не знаю. Ну, ладно, пока что давайте я вот ничего прокачивать себе не буду. Потому что пока мне силы ничего... Ну, пока что силы мне не нужны. Но, может быть, в будущем она мне потребуется для того, чтобы носить доспехи ополченца. Помню, что в глобал моде почти каждые доспехи требуют силу. Ну, и как раз поэтому вот я как раз... Скорее всего, прокачаю именно силу. В общем, пока что очки обучения я тратить ни на что не буду. Но потом их прокачаю, скорее всего, на силу. Ну, если не на силу, так... На добычу различных трофеев животных. Ну, или научусь языку зодчих. Ну, как бы, второго уровня. Не язык зодчих, там, по-моему, язык кресть... Нет, стоп. Ну, да, язык зодчих. Не помню, там, как называется. Второй уровень языка. Первый, по-моему, язык крестьян. Второй... Язык воинов, что ли. Или третий язык воинов. В общем, не помню. Так, ну, сейчас я, пожалуй-ка, сохранюсь. И посмотрю, сколько там находится бандитов. Бандитов там, наверное, находится довольно много. Но если там их находится больше, чем трое, то я туда не пойду. Что я, скорее всего, и думаю, что их там находится больше, чем трое. И так, вот я приблизился уже к мосту. Именно здесь напали на еролы, а также напали ещё там на какого-то человека, который сейчас там стоит тоже неподалёку. Ну, как раз и дал задание расправиться с этими бандитами. Так, один... Ой, один, два, ого-го, ничего себе! Сколько же их там? Их тут действительно целый лагерь. Золото! Хм-хм-хм, золото никогда не помешало! Их тут штук 15, наверное, но... В принципе, я знаю, что можно с ними сделать. А именно... Взять всего лишь один цветок, один. Напоминаю, один цветок. Огненного дождя. Использовать. И всё, все бандиты помарут. Если, конечно, они... Самые обычные бандиты, а не какие-нибудь усиленные. Даже не думал, что тут ещё не удул падальщиков. Давайте сейчас с ней расправлюсь для того, чтобы получить ещё... Немножко дополнительного опыта. Который мне нужен. Всего я планирую, что... В первой главе прокачаюсь как минимум до 10 уровня. Это как минимум. Но вообще я хотел бы, ну, там, до 11-го, до 12-го прокачаться. Во второй, не знаю, во второй, думаю, прокачаюсь как минимум где-то... Ну, до 20-го. Ну, примерно так. Ну, это, наверное, даже будет, в принципе, и нормально. В третий я вряд ли прокачаюсь до 30-го. Потому что третья глава довольно маленькая. Можно попытаться. В четвёртой до 40-го прокачаться, ну... Наверное, сложновато будет. Ну, так, до 30-го, там. В общем, в итоге, с третьей по четвёртой до 35-го. А с четвёртой, ну, и до 6-го, примерно, ну, так, где-то, ну, до 45-го, там. Примерно так. 45-й, там, 46-й. Ну, и на таких уровнях закончить игру. Я примерно планирую. Так, ну и вот как раз, по-моему, Рэндальф. Да, это он, я не ошибся. Так, давайте сохранимся и с ним поговорим. Подожди минутку. Всё в порядке? Да, я в порядке. Этот Альварес становился всё наглее и наглее с каждым днём. Хорошо, что всё кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Ты ведь не здешний, да? Я пришёл с Южных островов. Когда-то ходили глашатые и объявляли, что на Хоринисе нужны люди, чтобы добывать магическую руду. Но когда я приехал сюда, они возвели этот огромный барьер. И мне расхотелось идти туда, поэтому я начал работать в порту. Затем сюда перестали заплывать корабли, и я пошёл работать на Акила. У меня была работа и похуже. Сейчас ещё ничего. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше пива, побеждает. В последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. С кем ты соревновался? С Рухаром, этим старым бездельником. Он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья всё время подмешивала в моё пиво джин. Я думаю, он держит джин в своём чёртовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду? Тогда он может подливать её в моё пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним ещё раз. И так вот, в принципе, я могу сделать ставку именно на Рэндальфа. Но прежде всего я должен буду подменить джин на воду, что я сейчас, в принципе, наверное, и сделаю. Ну и заодно сделаю ставку на Рэндальфа. Сразу говорю, что подменять лучше всего... Эм... Ну... Нет. Ну где-то так, примерно. Рано утром, там, ну или... Или, наверное, поздно ночью. Ну, когда... Нет, скорее всего, скорее рано утром. Я вот не помню, честно говоря, в какое время, но... Он практически всегда находится в этой таверне. Но в какое-то определённое время он оттуда всё-таки выходит. То есть он не сидит там весь день. А он выходит там иногда ненадолго. Посидеть на лавочке возле таверны. Как раз в это время, когда он уходит. И можно... Подменить джин на воду. Ну а так, если подменить, когда он находится рядом со своим сундуком, понятное дело, он на меня и нападёт. Что мне сейчас не нужно. Сейчас я не знаю, где он находится. Скорее всего, находится в таверне. Да, на лавочке он не сидит. Ну вот, он, как вы видите, стоит у своего сундука. Поэтому давайте, значит, сделаем так. Сейчас я посплю до... Ну давайте попробую до рассвета поспать. Ну и с рассветом... Попробую подменить джин на воду. Надеюсь, что у меня это получится. Если он, конечно, будет сидеть на лавочке. Да, похоже, у меня всё получится. Его здесь нету. Ну, для надёжности я всё-таки сохранюсь. Ну так, на всякий случай. Так, отбираем его сундук. Я не знаю, что будет, если взять всё остальное. Ну давайте не будем. Так, заберём джин. Так, и подсунем ему в воду. Вот так вот, как и надо. Всё. Ну а теперь поговорим с ним. Ну и... Сделаем ставку на Рандельфа. Я нашёл человека, который хочет сразиться с тобой. Кто это? Рандельф. Хо-хо-хо! Рэндольф Хвостун? Хо-хо-хо-хо! Ну хорошо. Почему бы и нет? Пришли этого слезняка ко мне и сделай ставку. Ты можешь высоветить его ещё раз, не раньше, чем через два дня. Кто знает, может тебе повезёт. И он успеет протрезветь. Какова твоя ставка? Так, ставим 100 монет, чтобы получить больше всего денег. Поскольку если вы сделали всё правильно, то, понятное дело, я выиграю. 100. Вот это уже мне нравится. Я возьму твою ставку и подержу её у себя, пока состязание не будет окончено. Хорошо? Он настаивал, что ему лучше знать. Вот моя ставка. Хорошо. Но только не тяни. Приведи Рандельфа побыстрее. Слышь? Так, ну сейчас я напоследок снова отправлюсь на ферму Акила. Ну и скажу, чтобы Рандельф шёл сюда в таверну. Ну и в принципе это всё. И на этом я уже закончу этот эпизод. Потом надо будет прийти сюда, назад в таверну, где-то... Ну так дня через два вроде. Я не помню, честно говоря, когда, ну... В общем, через какое-то время надо будет снова туда прийти. Ну и тогда уже узнать, что состязание закончилось. Ну и я победил. Ну конечно, если сделали всё правильно, то, понятное дело, вы победите. По-любому. Это я знаю. И так, Рандельф сейчас находится, скорее всего, за Думом, у костра. Я Готик узнаю даже вот до таких мельчайших подробностей, где находится каждый человек. Ну да, если это, конечно, можно нажать костром, но в принципе это костёр. Так, и где Рандельф? Так, а вот и он. Сколько денег тебе нужно для этого состязания? Десять золотых. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рухаром. Правда? Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Ещё увидимся. Так, ну вот и всё. Сейчас Рандельф отправляется в таверну. Ну а я на этом заканчиваю этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok